Ну что, мои хорошие, пролетели еще 3 месяца жизни R6 Siege, и мы встречаем новую операцию под названием Ember Rise. Пока вы наблюдаете за новым элитным скином на миру, я попытаюсь подвести итоги прошедшего показа операций от Ubisoft. Много чего интересного показали и рассказали, кое-какие вещи, конечно, при любом раскладе порадуют игроков. Есть вещи, конечно, сомнительные, и по большей части, которые расстроят. Сначала быстренько пробежимся по новым оперативникам. Быстренько, потому что поиграть за них еще пока нам не удалось. И как что работает, лично не разбирали. Отталкиваться будем только от того, что нам показали сами разработчики. Ну а уже позже мы обязательно разберем каждого из них более детально и подробно в отдельных видео. Перед тем, как мы начнем, поиграю в попрошайку и выключу у вас лайкосик под этим видео. Тебе не трудно, а мне будет очень приятно. И также расскажу про хороший интернет-магазин Gapestore. Если ты давно хотел приобрести осаду, но тебя кусала цена, то время пришло. Как раз сейчас на Gapestore проходят прекрасные скидки на все издания по осаде. Так, делюкс издания можно получить всего за 900 рублей. Список новинок и предзаказов на сайте постоянно меняется. Единственное, что остается неизменно, так это сочно привлекательная цена на различные игры от самых, что ни на есть разных издателей. Так что если и покупать игры, то однозначно на Gapestore. Ссылочка лично для тебя, пупсик, в описании под этим видео. Начнем с Amaru. Это атакующий оперативник 2 скорости и 2 единицы брони. Оперативники без нового оружия, как в предыдущей операции, и без новых анимаций. Многие скажут халтура, а я... Я лучше промолчу. Пулемет G8A1. Все то же самое, что и у IQ, только теперь на него можно установить угловую рукоятку, которая увеличивает скорость прицеливания. Это, наверное, был один из главных минусов данного оружия, которое теперь будет исправлено, и по идее пулеметик будет ничего. Угловая, кстати, на IQ тоже распространяется. В альтернативе дробовик Supernova, теперь с возможностью установки глушителя, при помощи которого можно будет менее шумно устранять люки для ее гаджета, но о способности чуть позже. Во второстепенных слотах ИТА-12С и СМГ-11. Тут без изменений все прекрасно знаете про это оружие. Пока в доп. устройствах пробивной заряд и мины клеймер. Как показывает практика, за время ТТС доп. гаджеты новым оперативникам зачастую меняют, поэтому не будем заострять на них внимание. Основной гаджет это крюк-кошка, который можно использовать пока до 4 раз за раунд и с небольшой перезарядкой. При помощи него можно мгновенно подтянуться на крышу здания, в окно на любой этаж или подняться через заранее проломленный люк. Из плюсов, что обычные оконные баррикады пробиваются самим крюком, и вы сразу залетаете в помещение. Из минусов то, что во время анимации подъема Амару не может ничего делать сама до полного приземления. Если будет силов под окном, вы 100% в него попадете. Если капкан на окне, вы 100% его заденете. Если кто-то сидит рядом с окном, ну в 98% вас убьет до того, как вы достанете оружие. Поскольку сам гаджет очень шумный, и несмотря на то, что скорость подъема довольно большая, у защитника все равно будет достаточно времени, чтобы подловить вас в оконной раме. Прямой контрл это кассел, поскольку силы крюка недостаточно, чтобы выбить его баррикаду, и зацепиться за такие окна возможности у Амару нету. Защитник Гою из Мексики. Как и в случае с Амару, нового оружия и анимации нету. Также две единицы брони и две скорости. Из вооружения в основном в слоте Вектор, как у Мира, на который теперь можно установить удлиненный ствол. ТЦ СГ-12 со всеми обвесами, как у Каида. Во второстепенном слоте только один пистолет П-229. И в дополнительных слотах и Пакт, и С-4. Опять же пока. Основной гаджет это стационарный щит, точно такой же, как и у всех оперативников. Только с магнитами, на которые крепится металлическая форма, внутри которой канистра с горючим веществом и так называемым детонатором. Он же взрывается от любого попадания. Взрыв примерно по радиусу, наверное, ну чуть меньше ХАЕ гранаты. И не со смертельным уроном. Но зато после детонации срабатывает именно канистра, которая разливает довольно по большой области горючую жидкость. Тем самым нанося постоянный урон в зоне ее действия. И пока она не прекратится. Любой взрыв, будь это граната Эш или ударная Зофия, С-4, что угодно, моментально приведет к тому же результату. За слотжа определенно не стоит идти ломать данный щит. Отхватить и только проблем. И тут для атакующих начинается русская рулетка. Угадаешь или нет. С наружной стороны обычной стационарки и щит ГОИО выглядят совершенно одинаково. И придется обходиться с ними максимально аккуратно. Ни IQ, ни Тэтчер, ни Твич не могут ни видеть, ни отключать, либо взорвать при помощи Твич-дрона стационарный щит ГОИО. Зато камера Маэстро выстрелом в детонатор приводит его в действие. И вот это, как по мне, самая классная связка на данный момент. Как я говорил ранее, более подробно со всякими трюками данных оперативников мы выпустим отдельное видео, когда получим к ним доступ на ТТС, который открывается, кстати, 19 августа. Переходим к картам. Как Юбисофт и обещали, они сократят рейтинговую пул карт. Из него уберут Крепость, Лунопарк, напомню, что в четвертом сезоне нас ожидает реворк данной карты, и новый Хэрифорд. Вот тут я был сильно удивлен, поскольку Хэрифорд уже был на реворке. Я не так распинали, что наконец довели его до ума, но по факту получаем, что... Эксперимент очевидно неудачный. Взамен этим трем картам в рейтинговый пул возвращают карту канал в новом обличии. По балансу сказать сложно, поскольку мы также пока не имеем к ней доступа. Но, как уверяют разработчики, их главной задачей было это изменить ситуацию со спаум-пиками со стороны защиты. При этом разработчики признают, что как бы они ни крутили или вертели карту, игроки все равно найдут откуда и как заспаумнить нападающих. Также был сделан акцент на обходные пути. Был добавлен еще один переход между главными зданиями. Сама площадь внутри увеличилась, и много территории, что раньше являлось уличной, обзавелась стенами и стала уже территорией защитников. Появился еще дополнительный небольшой подвальный тоннель под лодками, который помогает переместиться из одной части левого здания в другую. Как и в случае с картой кафе Достоевский, вы можете наблюдать на карте излишнюю стерильность. Понятно, для чего это делается. Лишний мусор на карте мешает при перестрелках, особенно в киберспортивной дисциплине. Да, честно говоря, не только в ней. Но при этом карта теряет свою изюминку, становится какой-то шаблонной что ли. Даже не знаю, какое слово подобрать, но в общем, я думаю, вы поняли, что я пытаюсь сказать. Пока не забыл, в игру добавят новое звание – чемпион. Теперь оно будет являться самым высоким и будет идти после «Алмаза» и выдаваться игрокам, которые перемахнут отметку в 5000 ммр. Также в игру завезут новое меню оперативников. Выглядит это, конечно, поживее, но сейчас такими фишками уже никого не удивишь. И впереди у нас самая скользкая тема. В игре с нового сезона появится «Баттл Пасс». Как он будет работать? В четвертом году его прогресс будет разбит на два сезона. В третьем сезоне, который стартует 10-11 сентября, он будет бесплатным. И вам нужно будет пройти 7 этапов за 7 дней. Чем больше вы будете играть, тем больше очков вы будете зарабатывать и, собственно, больше наград получите. В четвертом сезоне «Баттл Пасс» уже разделится на две дорожки – бесплатную и… за денюжки. Призы, начиная от скинов, бустами на очки славы и альфа-паки, будут наполнены обе. Но все мы прекрасно знаем, что самый топчик вещей будет в платной премиум дорожке и шлак типа как половина белых скинов из альфа-паков в белой для тех, кто не купит. «Баттл Пасс». Тем, кто будет получать максимальное количество очков «Баттл Пасс», также получат, судя по всему, новые истории из лора игры по разным оперативникам. И тут не совсем понятно, будет ли доступен он тем, кто не захочет покупать премиум-версию Пасса. Разработчики утверждают, что это хорошая возможность для них развивать и доносить лор и отношения между персонажами до игрока, чтобы игрок увидел развитие данной вселенной. Вот ты, сука, посмотри, как красиво заворачивают и преподносят, а? В тему о скинчиках. Не могу не упомянуть, что с 10 сентября в игру завезут новые наборы профессиональных команд. Некоторые из них уже получат по второй форме на разных оперативников. Нельзя не отметить, что команда из России Team Empire также получит свою форму на оперативника «Бандит». Цены на «Баттл Пасс» и новые формы пока неизвестны. Мы пробежались по самым главным темам презентации от разработчиков. Вот такая намного обещающая операция «Эмбер Райс». Спасибо, что посмотрели до конца. Пишите свои первые впечатления от увиденного в комментариях. Обязательно все прочитаю. Не забывайте поддерживать нас лайком под видео, если оно вам было полезно. Ну а я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова